Начинается вторая часть экскурсии. В первой части мы с вами познакомились с историей, с видовым составом птиц. Сейчас мы переходим к проблеме данного участка. Как вы видите перед нами огражденный участок забора, это раньше было ООПТ тоже, но ее расформировали и добавили Чайковые озера. Если озеро Большое Чайковое действительно заслуживает этот статус, хотя его тоже хотят урбанизировать под новооткрывшийся там какой-то комплекс 7 больницы, как с Малым Чайковым. Это тоже, конечно, проблема, так что это пока не так горячо, как вот здесь, но тоже сейчас уже разгорается. Здесь у нас, теперь, не ООПТ, здесь хотят построить парк аттракционов Хырлай. Деревья вырубаются, он здесь строится. Если на этом все и остановится, это одна проблема. Но есть опасения в том, что это все пройдет туда дальше, и все это уйдет тоже под бетон. Это очень страшно, не хочется такого подпускать. Это огражденный качок парк аттракционов Хырлай. Но, как мы видим, еще есть одна огромнейшая проблема, это вот этот небольшой каналчик. Это каналчик не просто чистой воды, это канализация. Это официальный наружный коллектор. Несколько лет назад, ну, 10 лет, наверное, даже, да, так, сюда официально стекали коммунальные воды. Честно вам не скажу откуда, возможно, с дружбой, возможно, ну, вот с той стороны труба идет. То есть коммунальные воды здесь официально текли. Сейчас... Да, тебе тоже интересно. Сейчас коммунальные воды уже не текут, однако текут ливневые воды. Но этого достаточно, чтобы здесь было загрязнение. Ливневые воды поступают здесь вот с маршрую Чикулу, я думаю, из таких там бандоилок, короленков, где они тут реально находят, гусины. И как вы посмотрите, вот особенно вот там, там вода темная, микроглядная, да, потому что там глубина вот такая. Это неестественное, что это проблема. Потому что водоемы, запаковывая метод лечения, тяжелые для защиты оседания. А здесь как вы видите лечения, слишком большое количество, а тепло, вода грязная. Да, это проблема вторая. И третья проблема, что они для защиты сталины. Это крышка транстойной трубы. Дело в том, что она построенная уже с лишних 50 лет назад. Ну, возможно, кто-то разбирается. Кранстойные трубы служат 50 лет. Строг эксплуатации вышел. И происходит изливы как в ту, так и в эту сторону загрязнение. Это третья проблема. Это, конечно же, нужно ликвидировать. И деньги это огромнейшие. Но просто закрывать глаза, это просто вопрос времени. Здесь уже обдумывали момент о том, как сюда подвозить технику. Ну, то есть, понятно, уже не оттуда будут. Это спасайте озера, там слишком много засыпать. Если уж будут, то либо с Бондаренко, либо с Мусина. Ну, здесь пархаус будет мешать. Это огромнейшие деньги, но все равно это рано или поздно сделают. То есть, это тоже нужно, ну, не знаю, закрывать на это глаза, как говорится. Это тоже огромнейшая проблема. Это тоже есть возможность эпидемиологических заболеваний. Ну, это в прошлом году пахло. Я говорю, в этом году коммунальные воды отключили. И вообще, если вы посмотрите, уровень воды очень низкий. Если вообще вспомнить, в прошлые года здесь было 12 на сантиметров 40 больше. То есть, здесь сейчас растет газон, там была вся вода. В газон, то есть, ушла вода. Растение даже не может растить там, потому что там все загрязнено. Ну, что-то там все плохо. А вот сейчас здесь уже начинают расти растения. Соответственно, три главнейшие проблемы данного участка. То есть, еще четвертая, которая заключается в засыпке участка. Это, скорее, первый парк аттракционов. Потому что жилой комплекс здесь не хотят строить, а именно парк аттракционов расширяя здесь хотят. Вот на эти все озера. Ну, давайте двигаться дальше в парк Победы. То есть, если у нас очень личная прямая, мы там... Не то, чтобы не хотят выстроить комплекс, но хотят в комплексах строить архивы. Это только люди, которые... По крайней мере, по крайней мере жилого комплекса не говорили. Это парк аттракционов, чтобы расширить полностью. Если у вас их тяга было, то мы их правы. Да, вот они хотят. И хотят, вот еще и кирпичу, он есть. Нет, он, да. Мы в Афитале пригодили. И кирпичу, а кирпичу, а кирпичу, а кирпичу.